Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях в Самарской духовной семинарии. Мы в кабинете ректора Самарской духовной семинарии отца Максима Кокарева. И сегодня мы поговорим о вопросах, которые волнуют вас, наши ученики дорогие, наши потенциальные ученики, наши друзья. Я буду задавать вопросы отцу Максиму. Отец Максим любезно согласился нам на них ответить. И первый вопрос я бы хотел задать. Ваше отношение к формату онлайн-обучения иконописи. Можно про это несколько слов? Можно. Про русскую иконописную школу. Я понимаю. Да-да-да, я рад быть другом. Русская иконописная школа имеет какую-то, мало хотя бы, причастность. Ну, во-первых, надо шире сказать. Сейчас время такое, что формат онлайн-обучения проник вообще везде. Может быть, именно только в разрезе обучения иконописи это наиболее выглядит новым и необычным. А так мы действительно тоже не сильно активно это использовали. Но вот пресловутый ковид два года назад нам пришлось всем и всем духовным учебным заведениям осваивать. И на самом деле сейчас уже ограничения многие сняты, практически все. А мы привыкли, мы продолжаем использовать онлайн-формы обучения даже в своей работе. Ну, мы от них не отошли. То есть мы гораздо активнее теперь контактируем с заочниками. Ну, потому что не всегда надо приезжать. И там с вечерниками, с нашим очно-заочным отделением. То есть мы, в принципе, оставили. То есть очно – это, конечно, все-таки такой приоритетный, особенно для очно-пастерского отделения. А так мы очень активно используем. Но когда я, помню, первый раз услышал, собственно, про обучение иконописи, конечно, у меня было много разных мыслей. И, скажу честно, я как тогда считал, так и сейчас считаю, что это очень сложно. То есть это сложнее, чем какие-то предметы, не требующие практически такого активного участия. Хотя я уж молчу, что вот в это вот ковидное время у нас хореографию онлайн преподавали. Я не знаю, как-то у меня знакомый рассказывал, как мне супруг преподавал хореографию онлайн. Запись и движение, все это вот, конечно. Но иконописи делал очень серьезно. И мне действительно было, ну, сказать, что у меня не было, сомнений нельзя, у меня были. Вот. То есть сомнения у меня были. И до сих пор я считаю, что это крайне сложно. И до сих пор я уверен, что, наверное, существует очень немного, скажем так, людей, которые бы это смогли организовать. Просто сейчас я уже по опыту и практически знаю, что вот Елена Александровна тот человек, которая смогла. То есть, в принципе, она сделала, ну, если не невозможное, то очень сложно. Вот. И действительно, наверное, да, то есть время сейчас таково, что все равно мы никуда не уйдем от комбинированного. Да, это ни в коем случае это не отменяет, да, вот, скажем так, необходимости иметь все-таки и оффлайновые, да, возможности. Когда действительно личное общение мастера, да, с учениками, хотя посредством онлайна, в общем-то, тоже личное, мы друг друга видим, да, но что-то есть, конечно, вот в таком живом общении, это никогда, я думаю, и хочется верить, на совсем не заменит, да. Но, учитывая расстояние, учитывая отсутствие у многих людей, как я понимаю, возможности найти хоть что-то подобное в своих небольших, там, допустим, населенных пунктах, я так понимаю, что это уже совершенно точно состоявшееся начинание, оно будет развиваться. И, собственно говоря, то есть идея, она, наверное, витала в воздухе, просто всегда бывает такой человек, который поймал, вот, и командование даже не один человек, потому что, да, витала идея, то есть я помню, что ходили какие-то краткие, ну, не онлайн форматы, а краткие видеокурсы, то есть ты вот просто смотришь там видео, где вот все показывают, как все делается, начинают приготовление, там, или, там, лепкасы, то есть какие-то люди что-то делали, снимали, записывали, это как-то, можно какие-то ролики посмотреть, ну, то есть ты просто посмотрел ролик, а сам потом начал втыкаться без помощи, постоянно в режиме реального времени, это не то, конечно, то есть я могу сколько угодно смотреть, как работают мастера, потому что таких записей тоже, то есть я начну это делать сам, просто сам, без помощи этого мастера, да, без постоянного контакта, ну, это будет какая-то, наверное, другая совершенно история. Поэтому я считаю, что это, да, это очень такое необычное, но состоявшееся полное начинание. Да, спасибо, я хочу прокомментировать пару мыслей. Елена Александровна уникальный специалист, и ее уникальность в том, что она разработала технологию вот этого обучения онлайн, это же технология, да, у нас много учеников, я уже много раз говорил, что у нас на сегодня больше 1800 учеников, и у нас почти все ученики, у которых есть желание, я повторю специально, у кого есть желание, по одной простой причине, потому что есть люди, которые загораются, а потом у них желание пропадает, это в любом деле такое есть, но люди, которые имеют непреклонное желание выучиться этому делу, написать свою икону, они все доходят до конца, у них получаются потрясающие работы. Вы были на выставке, которая недавно прошла. Я и на первой был, да. И на первой выставке, совершенно верно, вы ее открывали. Поэтому вот Елена Александровна уникальный специалист, которая разработала уникальную... Да, я об этом сказал, что это не то, что просто я сам что-то умею, записал, как это делается, и вылазил. Да, 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 это именно технология обучения, основанная и на старинных способах обучения, и на современных, вот, в том числе и онлайн способах обучения. У наших зрителей, наших каналов, наших социальных сетей, у наших учеников, потенциальных учеников, есть такой вопрос. А если человек пишет, если я грешен, если я не хожу каждое воскресенье в храм, не причащаюсь, могу ли я учиться иконописи? Вот такой вопрос, отец Максим, как вы прокомментируете? Ну, тут, понимаете, это, наверное, даже не один вопрос, потому что это немножко разные вещи. Потому что человек грешен, безгрешных не бывает. То есть, если мы будем рассуждать только, отталкиваясь от того факта, что у всех у нас есть какие-то... То есть, мы все где-то не дотягиваем до того идеала, который нам дан в Евангелии, например, да, и в Евангелии звучит интенция «Будьте совершенны, как совершение отец ваш Небесный». Мы понимаем глубину этого зазора между совершенством Небесного Отца и теми усилиями, которые мы, хочется верить, каждый в мире расстояние, все-таки стараемся прикладывать. Нам еще сильно куда далеко. Поэтому, если просто будем искать для потенциальных обучающихся, для потенциальных, как это написано, безгрешных людей, мы их вообще не найдем. Это касается всего, ну, всего, действительно, когда мы касаемся вот области сакрального, да, то есть, ну, о богословии. Могу ли я рассуждать о Буге, книжке о богословии писать, если они безгрешны? А они безгрешны все. Потому что, ну, просто есть некий идеал, конечно, что человек, стремящийся к чистоте, стремящийся жить по заповеди, жить с Богом, вот, если он хотя бы стремится, все падают на этом пути, снова встают. И богословы так же. Мы знаем, что иконописи от богословий в красках. То есть, когда-то один очень великий подвижник, один из основателей христианской аскетики, Авва Ивагрия, сказал, что подлинный богослов – это тот, кто подлинно молится. То есть, это, в первую очередь, теоретическая спекулятивная философия, размышления о Боге – это не богословие. И подлинный иконописец – это, наверное, тот, кто подлинно молится, помимо всего прочего. То есть, это не просто техника. Но вопрос, что мы можем приступить к обучению иконописи, только достигнув состояния какой-то условной безгрешности – нет, конечно. То есть, ощущение… Я даже скажу глубже. То есть, самое главное место соединения нашего с Богом – таинство причастия, таинство Ивхаристии – там звучит фраза, что вот эта святыня, тело и кровь Христова, они предназначены для святых. И, кстати, у нас поэтому многие не причащаются, тоже говорят, что я не безгрешный. И на самом деле никто не безгрешный. Священник, совершающий Ивхаристию, возглавляющий не безгрешный. То есть, мы, как мы к причастию подходим, вот это я бы сравнивал эти вещи с ощущением глубокого собственного недостоинства, и мы причащаемся не потому, что мы достойны этого, а потому что Господь, помимо наших грехов, дает нам эту возможность. То есть, я бы сказал, что здесь ощущение собственного достоинства соединяется у христиан с удивительным дерзновением. То есть, это вот, раз Господь призывает к этой чаше, я дерзаю, потому что я понимаю, что я недостоин. Но Господь меня зовет, Он считает, что Он хочет разделить со мной эту тракту. И здесь то же самое. Да, я пока не безгрешен, и, наверное, пока живу, я борюсь до конца. То есть, мы пока живы, у нас всегда что-то борет, мы всегда с чем-то, значит, боремся, что-то пытаемся преодолеть в себе еще. Да, потому что этот процесс, то есть, Господь на сути ведет к какому-то совершенству. Нам это может нравиться, не нравится, я бы здесь Господа сравнил, как раз тоже с, ну да, если не с иконописным, то с художником. Он, как творец, пытается написать совершенное полотно. Да, и каждого из нас, знаете, как вот, что-то не получилось, соскабливает и записывает. Вот когда нас скаблят, нам не нравится. Картина не живая, она не плачет. Иногда хочется, Господи, да я уж хочу быть каким-нибудь, не хочу быть совершенно, отстанет мне, честное слово. Вот, ну, посылай нам какие-то там испытания, задачи ставят перед нами какие-то, иногда даже это скорби, он нас ведет к совершенству. Но мы все идем, и поэтому ждать, когда я стану святым, приду причащаться, так не будет. То есть, когда я стану святым, я пойду учиться, и, по-моему, так тоже не будет. То есть, надо иметь хотя бы вот вектор. То есть, если человек, ну, в общем-то, стремится к чистоте, да, и стремится, понимает всю ценность этой заповеди блаженства, допустим, там, блаженно чистые сердца, мы бы они Бога узрят. То есть, да, и к написанию, то, которое тоже прозревает через, да, вот это вот окно в духовный мир, но это абсолютно чистых здесь, на земле, еще нет. И вот стремящийся к чистоте может. Желающий может, идущий по этому пути может. Человек, который принципиально для себя решил, я по этому пути и не буду идти. То есть, не буду жить по-христиански, не буду делать ничего. То есть, я просто буду, ну, как, не знаю, просто как мне хочется, как художник, да, и ставать тепло. Наверное, не стоит браться. Это какое-то кочунственное отношение. А если я иду по пути, но у меня не все получается еще пока. Ну, естественно, не все. Мы все поэтому, наверное, нужно иметь дерзновение. Это первый вопрос. То есть, не безгрешен. Второй вопрос. Там был неисповедусь, не причащаюсь. Тут, понимаете, как. Если человек совсем этого не делает и совсем отрицает необходимость сделать это для христианина, ему не надо браться. Поскольку это один из важнейших, да, ну, самая важная часть духовной жизни христианина это участие в таинственной исповеди, да, и причастие. А если человек просто понимает, что он недостаточно часто это делает, так это тоже еще, наверное, не повод себя останавливать, потому что у всех разные ритмы. Во-первых, кто-то причащается каждое воскресенье, а кто-то, наверное, не скажет вот. И это не значит, что вот второй прям совсем грешник, ему нельзя. Просто, ну, действительно, это вопрос постепенности. То есть, если человек раньше не причащался вообще никогда, и вообще было трясным, то он начинает двигаться. Он начинает причащаться раз в год. Что еще в 19 веке считалось, что раз в год это нормально. Такая была расслабленность. Синодальный период такая, для ленивых, практически. То есть, если он никогда не причащался, начинает раз в год, то это скорее положительное движение. А если он раньше причащался каждое воскресенье, а потом остыл и стал раз в год, то это вектор другой совсем. Другую сторону. Поэтому человеку надо понять свой вектор. Надо понять, что да, я несовершенен, да, я еще, может быть, не так интенсивно живу духовной жизнью, там, не такой бы меня опыт молитвы пока еще большой. Но если человек уже начал уйти по этому пути, да, и уже действительно, ну, здесь только одно, как бы, знаете, профнепригодность только в одном случае, когда человек принципиально считает, это для себя ненужным, а просто хочется научиться ему, так сказать, даже уже не писать, прорисовать секунду. Нет, если человек по пути духовной жизни идет, тут уже, наверное, не стоит себя ставить, а вот там, вот остальные приезжают гораздо чаще, и можно меня не за... Нет, тут, наверное, у каждого свой такой путь. Но нужно, ну, нужно к себе относиться достаточно там требовательно, отыскательно и понимать, что без духовной жизни вообще, да, без вот этого разрастания, ну, наверное, может получиться какая-то картинка красивая, но икона это может уже не быть без, вот, если бы, какого-то духовного опыта. Спасибо, отец Максим, за столь подробный ответ. Друзья, я обращаюсь к вам. Вот это очень важный вопрос был и очень обстоятельный, и очень важный ответ. Нужно иметь дерзновение на пути к своему духовному росту, нужно пытаться, ну, и, соответственно, можно. А в связи... Да, да, потому что, ну, если будешь ждать, пока я вот достигну совершенства, а потом начну написать... Нет, наверное, нет. А в связи вот с этим вопросом и с вашим ответом, у меня, вот лично у меня такой вопрос. Можно ли так сказать, что каждый православный, христианин, имеет возможность написать икону? Я могу так сформулировать. Возможность, наверное, да. То есть у нас нет каких-то ограничений, что изначально мы говорим, что это могут делать, не знаю, только монахи. Да, да, этот вопрос часто... Да, на самом деле у нас есть очень разные традиции. Если мы посмотрим даже на историю, даже недавнюю, там, 200-300 лет, ну, да, конечно, самые известные иконописцы это такие, как, там, Андрей Рублев, там, Феофан Грех и прочее. Это люди, действительно, часто имевшие отношение в монастырях, в монастырскую школу иконописание. Но ведь у нас не все все-таки школы иконописания были в монастырях. И не все были такие вот... И когда люди, то есть, не имеют дерзания, просто хочу сказать, что, ну, конечно, мы ориентируемся на самые высокие образцы, но в истории русской иконы был не только Рублев, не только Феофан Грех, не только Дионисий. Мне так часто поводают иконы, ну, очень простые, скажем так. Но с такой душой написаны, но явно простые. То есть они не дотягивают не то, что до Рублева и Дионисия. Иконы написаны где-нибудь в XIX веке, в какой-нибудь провинции. Вот у нас, да, какие-то действительно провинциальные такие сельские, я бы сказал даже, иконописанные были небольшие мастерские. То есть потому что народ православной России огромен, запрос на иконы был большой. Такие люди, как Андрей Рублев и Дионисий, это совершенно штущий товар, который там, да, действительно, создавали шедевры, которые мы ходим сейчас или в храме, или в некоторых музеях. Но потребность-то в иконе у среднестатистического православного человека, она восполнялась чем? Либо достаточно просто написанной, ну хотя бы написанной, да, действительно, каким-то основным, ну вот провинциальным таким этим, либо уж потом действительно стали, ведь это не мы придумали, печатать на бумажечках иконы, да, самые первые такие массовые, какие-то там штампованные или прочие, тоже в синодальное время появилось. На металле штамповали, вот знаете, в конце XIX века было достаточно популярно и не считалось недорого, потому что на доске написать это намного дороже. Потому что он повален на просник на металле, еще на чем-то. То есть потребность-то была, и не каждый мог заказать икону у Андрея Рублева на Дионисе. Поэтому когда людям, конечно, мы ориентируемся на великие образцы, надо понимать, что ну ты можешь написать, достаточно научиться, да, в том числе и в русской иконописной школе, вполне себе приличного качества, да, вот даже если сравниваешь с некоторыми иконами, которые в XIX веке писали, вот такие провинциальные, иногда совсем по-детски написано икону приносят. То есть вот у нас тут часто в музей приносят или в семинарии, поэтому и нельзя сказать, что это не икона, это вот, да, такая. Поэтому говорить себе, что я никогда не смогу как Рублев, ну, наверное, да, это правда, надо честно сказать, наверное, чтобы дотянуть до уровня, там действительно другой духовный опыт, да, вот у Феофана, да, у Дианиси, вот. Но это дело не только в монахе, но только в монастырях. Это действительно зачастую дело достаточно просто и искренне, да, и прославно. Спасибо, очень хороший ответ. Такой очень часто встречающийся нам вопрос, нам задают такие вопросы очень часто. И следующий вопрос, вот я боюсь начинать, вот что делать, я боюсь начинать, вот по какой-то причине. Кто-то считает, вот как вы ответили, там себя недостойным, а кто-то боится, может быть, испортик лиг, вот. И боюсь начинать, что с этим делать, как преодолеть. Это понимаю, да, поскольку мы относимся к какой-никак не просто каротине, и понимаешь, что с нас сразу не получилось, мы что-то переписываем, и, ну, надо понимать, что это неизбежность в процессе обучения. В этом, я не думаю, что Господь на это смотрит, да, как бы карая за это, потому что, ну, так не бывает. Вспомните, да, технологии фрески, когда посрежишь в катурке. Если ты не успел, она высохла, все это сбивается из-за этого. То есть, в этом нет. Тем более, что пока икона не освещена, вот это переписывание, оно еще не является накаченством. Мне кажется, это просто нормальный учебный, а иначе никто бы никогда не научился. Вот это, друзья, очень важный момент. Пока вы учитесь, пока вы пишете учебный материал. С вас спрос, конечно, не такой, да. Она еще не освещена, и она не является иконой. И надо понимать, что все когда-то учились. Ну, то есть, Рублев не родился, умеет писать. И у всех были опыты переписывания, там, стирания, к сожалению. Я даже только контур наметил, да, то есть, стираю все, ну, потому что не то. То есть, а без этого не получилось бы настоящий шедевр. То есть, мне кажется, я не специалист именно по технике, это будет более интересный вопрос, да, но мне кажется, так не бывает, чтобы я взял и в одно касание, ничего не правильно. конечно, стираю. Поэтому, поэтому, что, этого бояться, мне кажется, совершенно не стоит. В последнюю очередь, что он боится. Очень хорошо, спасибо за ответ, очень хороший ответ. Такой вот вопрос у нас еще есть. Что делать, если священник не дал благословение на обучение, на писание. Я могу, да, я понимаю эту проблему. Тут я могу, мне хочется, конечно, говорить, в первую очередь, о дерзновении и прочем, но все-таки, как человек, и свой духовный опыт, я могу сказать, что иногда, вот, когда ты во что бы то ни стал, вопреки, там, да, всем, ну, то есть, это тоже, может, не всегда. Во-первых, надо понимать, надо к этому подойти тоже. У нас как еще просит благословение сущенника? Не объяснить толком, ничего, нигде, и я понимаю тоже, да, когда священник не очень вник, он может так сказать партнер. Это серьезный вопрос, поэтому тоже надо к священническому вопреки надо относиться, что оно вообще должно быть осознанно. И вообще, это прежде чем что-то благословить, я выясняю, расспрашиваю. Поэтому будет неплохо, если вы постараетесь, хотя бы, какой-то там, поймать священник в такое время, когда у меня есть минут 10, узнать, что за школа, что за, насколько это сложно, ну, как это вообще все, да, и какой уже опыт есть. То есть, я думаю, что чуть ближе познакомившись, количество священников, не благословляющих эти вещи, оно как бы резко кратно сократится. А вот если по какому-то причине, я не знаю, потому что действительно священники разные, есть священник, кто может вас хорошо знает, есть какой-то действительно у вас опыт с ним духовной связи, общение, если почему-то считать, что вам-то в данный момент не полезно, и вы несколько раз переспросили, получили достаточно вот уверенный, я думаю, что это еще и проверяет иногда и наше смирение. Я думаю, что, я думаю, что такие случаи не так чисты, но вот если вот действительно вы и объяснили, и все, и вот почему-то считаешь, что, может, пока вам это не полезно, Можно, конечно, пытаться делать обходными путями, но вот мой опыт, 20 с лишним лет служения показывает, что в определенных случаях бывает так, что толку из этого не выходит, то есть, если ты вот тебе прешь на пролог всегда, да, и, то есть, если ты пришел за благословением, то это серьезно, то есть, понимаете, идя за благословением, нужно все-таки быть готовым услышать оба варианта, потому что у нас как-то нас идут за благословением, и всегда прямо внутри себя считают, что это даже как отношение наше с Богом, мы когда молимся, просим, мы всегда считаем, что Господь должен ответить да, и у нас вот есть такая проблема, даже вот экстраполируя на наше отношение с Богом, то есть, я всегда вспоминаю апостола Павла, он тоже хотел какого-то благословения от Бога, и чтобы Господь отодвинул от него болячку одну, всю жизнь его преследовал, и он говорит, я три раза приступал к Господу, видимо, при нас такой молитв, он три раза приступ такой был, на три раза, Господь сказал, нет, это болит, с тобой будет как крест по жизни, но я тебе помогу его нести, после этого Павел перестал допущать Богу, требуя у него чего-то там, поэтому, если мы объяснили, поговорили, все доводы привели, если почему-то, и тем более, если это не просто, понимаете как, тут надо еще понимать, есть ощущение, я вообще не знаю, стоит ли идти за благословения, к священию, который вас не знает, а просто служит соседним крамем, надо понять, если я иду к духовнику, который меня знает, и который вообще советуюсь, вот тут нужно прислушаться все-таки, потому что иногда он знает не хуже вас, она может быть видеть лучше духовный мир, тот, кого вы исповедуетесь, поэтому если это тот духовник, кто действительно духовник, а не просто мимо проявляющего батюшка, это тоже очень большая разница, если это духовник, и он говорит, вот при всей любви, что пока не благословляет, или не благословляет вообще, то вот только в случае, если это действительно духовник, знающий вас, наверное, может быть стоит принять это как смирение, потому что, как Павел принял, потому что, ну а что сделаешь, Господь не благословил ему здоровье в этот момент, поэтому, Но в большинстве случаев это часто бывает, потому что я поймал какой-то мимо пробегающего батюшку или совершенно малознакомого, и он понятия не имеет, что такое русская-то написанная школа, и когда он слышал, что он какой-нибудь онлайн-обучение, он покрутил пальцем виска и сказал, что, ну, как бы, в принципе, наверное, прореагировал, ну, по незнанию многие. Поэтому надо понимать, это духовник, духовник, о котором вы исповедите, который вас знает, вы идете, он знаком с этим явлением, вы объясняете, он тоже не может быть ответить на что попало, что он не знает. И вот только если в случае, когда при всех исходных данных это действительно знающий ваш человек и понимающий, что вы хотите, и при этом вот почему-то Господь, может, он так открыл, не благословляет, вот это тот самый, наверное, единственный случай, когда стоит принять, ну, действительно, как смирение, а иначе нет смысла входить за благословище, если ты не готов принять любой ответ. Потому что, что тогда я буду, если останутся, я сразу все решил, а пошел за благословище, он все-таки тоже так находит. Но еще раз, я думаю, что я внятно, это моя позиция, то есть это должен быть действительно духовник, а вот к кому попалось, вот просто, да, и все-таки нужно постараться объяснить, что именно вы хотите, что это, а вот дальше уже думать и молиться, самое главное молиться. То есть я перед тем, между прочим, священник тоже, да, если он правильно к этому подходит и сам точно не знает и сомневается, какой дать ответ, по-хорошему молятся все, и просящие благословения, и благословляющие, если я сомневаюсь, сам в чем-то и знаю не очень хорошо, я стараюсь, Господи, ты видишь, что я в этом не очень недостаточно компетентен, я помолюсь и прошу Господа открыть меня, подтолкну меня в данный момент, как полезно человеку сказать, там, так или так. Поэтому это сложный вопрос, но вот я вот примерно вот такие векторы. Спасибо большое, но я думаю, что у большего количества людей, наверное, все-таки на сегодня в современном мире нет духовника. Мне так кажется, я, ну, не могу за всех говорить, но я вот по письмам просто знаю наших учеников, они пишут, что я пошла просто в храм, и что удивительно, человек, может быть, не так часто ходит в храм и не так часто и спрашивает какого-то благословения, но в данном случае он пошел, и пошел, как вы говорите, к первому попавшемуся священнику. В этом случае я даже думаю, что вот если у меня пока не с тем не сложились такие внятные духовнические отношения, все-таки учеба – это учеба. Я же не прошу уже благословения на это как на труд постоянный, да, то есть попробовать поучиться, можно начать и так. А вот если потом я поучился, я закончил, если я хочу этим заниматься, вот потом стоит, наверное, уже точно найти и поговорить со священником, потому что, ну, вот, учеба-учеба, если я собираюсь писать где-то как-то кому-то там, да, или, может, заказы даже применять, ну, тут вообще вещь серьезная. Если я написал свою дипломную икону, это одно, и если я пытаюсь уже, ну, действительно собираюсь даже исполнять заказ для храмов, там, или для людей, и эта икона переходит уже совершенно в общественное молитвенное пространство, это ведь гораздо более серьезная, и тут доморощенных таких, там, без благословения на иконописах быть, наверное, не должно. А учиться, я думаю, можно все-таки, так сказать, начинать в любом расходе. Спасибо, замечательный ответ. А дальше уже, говорим о практике. Я хочу добавить, отец Максим, я хочу добавить одну интересную, одну интересную деталь. Когда наши ученики не обращаются за благословением на обучение, а потом приходят в храм освящать икону, потому что мы обучаем так, что икону, ну, это как и есть. Я поеду, у вас дипломные проекты, это конкретная икона. Да, нужно прийти и осветить ее. Так вот, когда наши ученики приходят и показывают иконы, не было ни одного отказа, и чаще всего священники в недоумении. Очень много случаев, когда они не верят, что это наш ученик написал. Оходно верят, да. И вот тут, это самый итоговый, как бы такой, наверное, момент проверки, и вы видите, что он уже почти 100%. Вот если, ну, можем себе предположить, ну, вдруг, вы говорите, в таких случаях не было, но если мы чисто гипотетически предположим, что человек, ну, так, своевольно учился, написал что-то там, что то, что он приносит, и священник говорит, ну, это нельзя осветить, потому что это не... Ну, вот тогда будет, да, конечный ответ на вопрос, да. Но я так думаю, что в школе все устроено так, что человек там действительно, ну, в конечном итоге выдает то, что вполне себе является иконой, и то, что я видел. Но меня тоже удивляло в плане, наверное, самое главное, что меня удивляло, что за какой небольшой промежуток времени, и самое главное, без каких-то, ну, особых исходных данных. То есть, если человек никогда, то с нуля, что называется. Да, с нуля. Вот. То есть, с нуля я... Если у человека были еще какие-то там, да, может быть, знания об этом хоть чуть-чуть, но когда это с нуля, и за такой срок, качество, в принципе, вполне себе удивляет. Поэтому... Спасибо. Вот, есть еще такой вопрос. Я напишу икону и хочу подарить детям. А если мои дети не крещённые, можно детям подарить икону? Здесь вопрос стоит, не можно или нельзя скорее, а нужно или нет. То есть, я не знаю, это конкретно, да, вот, живой вопрос, а не гипотетически. Ну да, конечно. Я не знаю, почему они не крещённые, я их не знаю вообще. И поэтому, я как раз вот опасаюсь давать сразу жёсткие ответы на вопросы, ситуации, которых я точно не знаю. Как они воспримут? То есть, я вот все просто попытаюсь моделировать ситуацию, то есть, у женщины купить штуку, она верующая, так получилось, все люди свободные, дети выросли, и их свободное решение таково, что они прямо принципиальные атеисты. Они, конечно, может быть, примут, чтобы не обидеть мать, но они её засунут куда-нибудь там, даже не поставят, скорее всего, лёжа в шкаф куда-нибудь. Я не уверен, что это нужно. Вы подумайте, хорошо. А может, даже и спросите, потому что с бухты барахта дарить, да, то есть, а если люди говорят, да нет, нам не надо, ну зачем тогда? То есть, это всё-таки такая вещь, которая, она должна быть там, где она нужна. То есть, икона должна быть там, где не выйдет с утра до вечера, но хоть какая-то молитвенная жизнь есть. Если нету, зачем? Остать себе. А потом, может быть, знаете, дети тоже меняются. Они взрослеют, может быть, не торопитесь, может быть, что придёт, подойдите, когда-нибудь. На момент, допустим, торжественного крещения будет. Обязательно придёт. Да. Будем верить. Был ещё такой вопрос. Если я в разводе, могу ли я писать икону? Это прям конкретно. Я понял, да, я понимаю. Человек просто понимает, что это ситуация. Ну, то есть, у нас как бы есть представление о неких, ну, более идеальных ситуациях. То есть, вот человек или брак нормальный, да, такой вот нераспавшийся и сохранённый, такой нормальный христианский брак, то есть, раз и на всю жизнь. Это и такой человек может писать икону, да. Либо, ну, монахи, да, тоже там всё в чистоте и так далее. А тут ситуации немножко, ну, не удалось сохранить брак по всеми причинам. Но, во-первых, я прекрасно понимаю, в нашем сложном мире, да, разводы – это такая вещь часто. К сожалению, вышли хорошо, но это правда. И они все по разным причинам. То есть, ну, давайте будем честны, вплоть до того, что никто не застрахован. То есть, у меня есть даже знакомые священники, которые хотели бы сохранить семью, но это же два должны решить. То есть, жене чего-то там щёлк, и всё. И человек живёт теперь один, и всё. И он, в общем-то, формально по документам Мальцем ЗАГСа, он в разводе, да. Но, конечно, дальше он может жить только в такой монашеской жизни. Но, сделано в том, что это формально в разводе. Вот. И, увы. И поэтому, во-первых, причины развода разные. Если человек сам прям явился причиной развода, вы просто не знаете, человек… У нас вот самая такая каноническая причина, причина расторжения церковного брака, да, допустим, измена. Если человек сам знает за собой грех, если он изменял, поэтому брак его развалился, ну, может быть, действительно торопиться, да, то есть, нужно пристегнуть к покаянию. Это не значит, что ему никогда нельзя. Вот. Но вопрос очищения, покаяния, да, там, то есть, той, может быть, назовем так старым словом, эпитемию, которую даст священник. Если человек приходит, кается на испорт, говорит, я действительно сам виноват, я не обвиняю эту вторую половину, я тут блудил, бегал, и поэтому она от меня ушла. Священник, конечно, даст какую-то эпитемию, на время отлучит от причастия. Вот тут, конечно, наверное, торопиться не стоит. То есть, человек, который, допустим, если человек, да, несет, говорит, за развод или за какие-то грехи другие тяжкие, эпитемию, да, то есть, ну, конечно, это вот не та ситуация, где надо торопиться писать икону, потому что должен уступить мир какой-то, примирение и с Богом, и с собой. И вот, и я не говорю, что это всегда. Вообще ситуация с разводом разная. Человек должен посмотреть на свою совесть и на, там, так сказать, перенесенное покаяние. Нажно, что получить. Сам факт того, что развод, я говорю, вот, даже если вот, человек, если дальше живет чисто, даже если вот те, кто, ну, силы же ты не удержишь, человек, может, батареи прикрывать можно, то вот от этого не будет никакого. Поэтому это надо смотреть. Это не значит, что это однозначный, прям однозначный стопроцентный факт развода говорит о том, что человеку нельзя. То есть, вообще есть разные ситуации. Говорит, человек получился брак, он не получился, случился развод, он потом постригается в монаш, что, кстати, достигает высоты, очень выходит монах, как у меня были случаи. Когда человек попробовал себя в брачной жизни, ну, что-то случилось, а потом вот Господь его привел в монастырь. Я не могу сказать, что я знаю прям таких, как написано, но я уверен, что такие случаи есть. Поэтому надо смотреть. Надо смотреть, почему, как. Надо смотреть все-таки не на формальный факт развода, а на... И тут тоже поговорить, если есть духовник, если знаешь семейную ситуацию, знаешь, почему развод, что и как. То есть, тут надо уже... Это сложная ситуация, ее вот так вот мы в интервью не разрешим, но я просто скажу, что это, наверное, не может являться стопроцентным противопоказанием. Надо смотреть, почему и как. Почему развод мог быть, знаете, когда? Человек может быть в разводе. 30 лет назад развод, человек уже... То есть, фактически, иногда бывает, человек уже и покаялся, изменил жизнь, и может, он разводился, когда был даже неверующим. То есть, просто сейчас бывает, что это совсем другой человек. И действительно, да, вот это... То, что там сложно было спрашивать, как христианина вообще. А последние лет 10 человек живет уже, летит 10, духовной жизнью, и другой человек. И мы видим, что покаяние может человека менять. Мы не должны недооценивать его покаяние. Мы не должны забывать, что в рай первым вошел разбойник, у которого времени на иную жизнь со Христом было нескольких часов 6, пока он висел на кресте рядом. А до этого у него руки по локу с кровью, скорее всего. То есть, ему хватило нескольких часов, чтобы Господь его впустил. Неужели не хватит с каких-то там лет принесенного покаяния, чтобы человек, когда-то нагрешивший или разваливший семью, не смог быть ближе к Богу и что-то делать. Это не все не так формально. Тут мы смотрим на дух, наверное, не на Буху. Очень глубоко. Спасибо большое за ваши ответы. Друзья, мы были в гостях у отца Максима Кокарева в отца Морской духовной семинарии. Дерзайте. Да, и у меня... Подумайте хорошо, конечно. Помолитесь, самое главное. Да. Напоследок перед нашим с вами расставанием такой вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим ученикам сегодняшним и нашим будущим ученикам? Потому что вот после выставки особенно у нас большой запрос на обучение от людей. Да, я думаю, да. Старый. 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 Ну, я думаю, что это может быть излишне желать. Хотя, ну, разные люди приходят. Для них может тоже просто такое романтично его посетило. Что, а вот я все-таки относиться к этому серьезно. Несмотря на все возможности и онлайн обучения. Это дело очень серьезное и понимать все-таки ответственность. Хотя, ну, если я вот только себе пишу и для себя, это да. Если вы имеете мысль, чтобы как-то вот ну, вовне свидетельствовать через икону, да, там, о своей вере и может кому-то кому-то дарить эту радость. Но это очень серьезно. И тогда надо подходить очень ответственно. И к учебе, и ответственно к всему, что говорят мастера и учителя, и самое главное, ответственно к внутреннему миру. Все равно к этому нельзя относиться вот так, как бы, как бы, раздолбаясь. Когда я сегодня опишу икону, завтра я веду себя непонятно как. Ну, понимаете, я не говорю, что там это обязательно там монашеский образ жизни, там с утра 24 на 7 пребывать в Иисусовой молитве. Нет. Но мы просто должны понимать, если я теряю облик христианина и живу как-то вообще совершенно перпендикулярно, то из меня такой же иконописец, какой и богослов. То есть никакой. То есть это очень серьезно. И поэтому это на грани богословия, это богословие в красках. Поэтому будьте ответственны. И сам вам понимать, что это, всю эту непростую работу вы делаете не одни. Господь свое плечо под ваш крест всегда подставляет. И мы никогда не одни. Спасибо. Замечаю. Друзья, до свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»